Ну что, господин Вялый Питон, давай, как истинный снайпер, расскажи нам про Чейтак. Ох, Кепчик, какой же у тебя острый язык стал. Пора бы им уже жопу брить. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан Очевидность. О, да, и мои перчатки. Поговорим сегодня о снайперской винтовке Чейтак М200. Оружие поистине легендарное, которое нынче, как водится, благодаря системе модификаций, восстало из пепла. Прямо словно феникс. Нет, я бы даже сказал орел. Орел Чейтак вновь и нагибает. Когда-то данная пушка, ну нет, божить она никогда не божила, потому что как бы была ни туда, ни сюда. Потом появились как бы интересные варианты в виде АС-50, а потом появился Макмиллан. Но это всегда была классика, и по некоторым турнирным кодам она весьма использовалась. А, кстати, в европейском Варфейсе это была основная турнирная болтовка. И, в общем-то, у многих с данной пушкой связаны наиболее приятные воспоминания о Варфейсе. Агрегат поистине достойный, таящий в себе истинный дух болтовки. Понимаете, такой прямо лупанул, сука, ваншот, сочная перезарядочка, и снова лупанул, и снова ваншот. Всё как и должно быть, по ГОСТу так сказать. Ну, заливаешь, братуха, аж солёнки потекли. Скажи-ка нам, а является ли эта болтовка метой? К сожалению, дорогой друг, мета у нас сегодня СКС. Да, друзья, что бы мы ни пытались там себе представить, притянуть за уши. Но будем честны, мета сегодня это СКС. К сожалению, все остальные эти СВЧ, Астарты, Собаки и даже прекрасный Чейтак М200, это не более чем Сосо Павлешвили. Однако тут замечу, что, по моему мнению, после этого самого СКС, который, я надеюсь, всё-таки пофиксят, ибо это перебор, идёт как раз Чейтак М200. Да, по моему мнению, он интереснее, чем Астарта и СВЧ. Он прикольный, он классный, он душевный, у него высокий темп стрельбы, и он прекрасно ваншотит. Да и зумчик тут, да и кучность от бедра, если всё это дело подкачать, очень даже не стечок. Да есть у него ещё одно интересное свойство, о котором мы обязательно ещё поговорим. Однако, если вас, дорогие друзья, интересует только сухая эффективность, вот, мол, надо, чтобы нагибало, и что это там, хоть автомат, хоть полуавтомат, хоть отсечки, хоть болтовка, если вас это не интересует, то по-любому СКС. Всё, других вариантов у снайпера, к сожалению, сегодня нет. Если же вы из тех, кто не хочет после каждой катки мыть руки с мылом, то да, Чейтак, это, пожалуй, по моему личному мнению, опять же, учтите, я не снайпер, это лучший выбор. С одной стороны, рад я за Чейтак, с другой стороны, картина какая-то грустная получается. Ну ладно, что за моды скажешь? Скажу, что здесь, капитан Очевидность, всё не совсем очевидно. Да, друзья, на первый взгляд, ну, что можно посоветовать? Конечно же, скорость зума, стабильность прицела и тамстребы. Однако, никакой стабильности прицела у нас не будет. И мой вариант выглядит вот так. Да, может быть, для кого-то данная сборочка покажется странной. Поэтому я считаю необходимым внести некоторые пояснения. Почему мы не качаем стабильность прицела? Ну, по одной простой причине. У Чейтака стабильность прицела такая, родная, что прицел просто стоит на месте. При подкатах прицел также особо не шатает. И только при прыжках и то, в зависимости, как прыгнул, в какой момент открылся, прицел может покачиваться. И даже учитывая это, хороший снайпер с руками, даже такой лох, как я, без рук, все равно прекрасно в прыжках, если период полета достаточно большой, вполне может попадать. И таким образом мы понимаем, что стабильность прицела здесь вообще ни в каком бусте не нуждается. Ты просто открываешь прицел, и у тебя прицел стоит на месте. Я использовал, внимание, четырехкратный прицел. Но тут, наверное, для некоторых есть еще одна странность, они спросят, а нафига снайперской винтовке кучность? Если кучность у нее, по идее, и так практически максимальная. Ну, это на первый взгляд. Не забываем про стрельбу от бедра. И с прокачанной кучностью Чейтак начинает стрелять вот так. По-моему, великолепно. Да, конечно, это должно еще повезти, так будет далеко не всегда, пуля может улететь куда-то все-таки вбок, выше, ниже и т.д. и т.п. Но, тем не менее, использовать в критических ситуациях данную болтовочку в упорах, как дробовик, вполне можно. И шансы у вас будут не самые плохие. Своего рода, знаете, такой марлин на минималках. Без каких-то особых гарантий попадания, но все-таки шансы очень неплохие. И можно впердолить на отличненько. И дабы, друзья, не быть голословным. Возьмем эту болтовку в руки сейчас, конечно же, с этой сборочкой. Отправимся в какую-нибудь густонаселенную комнату. И хорошенечко там... ...понагибаем. Это типичный новичок в Warface. И сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Дай-ка угадаю, братан. Вот из такого стоялого весь видос теперь и будет состоять, да? Да, будет. И чё? Имею полное право, сука. Почему бы и нет? О, Кэпчик, блин, ты черт, сука. Оно музыку хорошую подобрал, уважаю. Ха-ха, душевно. Так. О, так, мой хороший пряничек. Камсумир майн шишкин шляп шнель. Так. Опа, идите. Эй, Дунито, ты чё, слепой, что ли? В смысле? Так, я видел все, сука. Просто не сразу рассчитал. Зафиксировано поглощение выдвижного. О, боже, какой ты дебил. Какие выдвижные, сука. О чём ты говоришь? Дебик, сука, кончен. И чё он несёт, ребята? Он не в себе, я вам точно говорю. Ты несёшь какую-то дичь, втираешь мне, понимаешь? Именно так, а не иначе. Братуха. Да. О, ну давайте. Хлебом с солью, сука, встречу. Вот так, деточка, да. А ты говоришь, выдвижные. Никакие не выдвижные. Блин, какой это звук и непонятно где, как всегда. Что ну бито? Наушники за 10 тысяч не помогли? Да при чём тут наушники, сука? В игре вообще звука нету. Ты хоть, сука, за 100 тысяч купи наушники. Результат будет аналогичным. Попался сладенький. Впердолено. Да. Прям максимально хорошо. Вот. Хорошо. Прожарка успешна, ребята. Так. Это тоже прочитано. Где же там ещё мои красавцы? О, мой хороший инженерчик попался, голубчик. Тихо. Дабл-кью, детка. О, мой. Оказывается, ну бито у нас скилловик. Да, есть такое, сука. Порой фартит. Вот так. Только что вы стали свидетелями реакции престарелого мангуста. По-моему, он меня подъебнул. Да, именно так, детка. Так. Так. Хорошо. И? Ну давай, резни. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, подожди. Ну вот так, детка, да. Максимальный успех. Ну всё. А-а-а. Вон оно как, да? Понятно. Ну, дружище, поздравляю. Благодарю. Действительно впечатляет. О-о-о. Отличный обзор на пистолет и молоток. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сука. Всё-таки ты чёрт. И то, что ты ставишь хорошую музыку, тебя нисколько не оправдывает. Вот, друзья. Вот так вот неплохо мы понагибались чикточком. Что сказать? По моему мнению, топ-пушка, топ-1 после СКС. По моему скромному мнению. Никому не навязываю. Мне понравилось. Ставьте лайки. Чешите яйки. Засандаливайтесь чиктака глубоко. И мы увидимся с вами.